Мороз и солнце. День чудесный. Доброе утро, друзья. Сейчас почти 11 часов. Я уже много дел переделала с утра. И повязала, и холодильники переборки сделала. Потому что с магнита, когда пришла, всего навалила там, лишь бы только засунуть. Ну, а сегодня все это перебрала. Вчера на верхних полках в шкафах наводила порядок. Ну, по чуть-чуть. Каждый день понемножку где-то что-то делаем. Вот. Сегодня у нас солнечно. Где-то плюс 4 обещает. Но с утра было там за минусом 3, по-моему. Вот. Ветер, смотрю, как был, так и есть. Когда мне балконные окна не дуют, то кажется тепло. На балконе плюс 5, плюс 6 даже. Я тут вчера на ночь вынесла рыбку, чтобы она у меня разморозилась. Она у меня практически разморозилась. После обеда запекать буду в духовом шкафу. Вот. А сейчас я там готовлю, покажу, что я готовлю. Попробовала сковороду. Очень хорошая сковорода. Ну, новые сковороды, они все хорошие. Вот. Друзья мои, мне неоднократно задавали вопрос, как вы ухаживаете за сковородом и почему они у вас чистые. Ну, во-первых, я хочу сказать, зависит также от того, какой у вас подогрев. Вот. То есть, на чем вы готовите? На газовой плите или на электрической? Когда готовишь на электрической плите, дно практически не вымазывается. Если вы, конечно, следите все время за чистотой вашей печки. Если вы готовите на газу, там зависит от качества газа. Потому что бывает чистый газ, бывает с примесями и, ну, нагорает внизу сковорода, там кастрюля и так далее. Значит, вот смотрите, я сейчас приготовила зажарку. У меня капушки накапывали вот здесь, но их уже нет. Потому что я раз и стерла их вот так вот по краю, когда чуть-чуть стало возможно, я точно так подтираю. Но у меня уже это в привычке. Я прям, когда готовлю, я постоянно подтираю. Даже это на автомате у меня. Естественно, бывает, что, ну, какие-то нагары и все прочее я подчищаю. Здесь хорошо, вот, ручка откручивается у меня специально в моем отделении, где ложки вилки лежит. Это отверточка такая маленькая, аккуратненькая. Я раз, открутила, почистила, опять одела. Вот это не нужно, ну, всю ручку, допустим, начищать. Вот эта вот часть, она легко очищается. Берете раствор, значит, сода, горчица, ну, и какое-то моющее вещество. И прям кипятком заливаете, кладете туда ложки, вилки и прочее, прочее. Даете до остывания время. И затем, ну, просто губкою с такой абразивной поверхностью все счищается, все очищается. Я уже давно так пользуюсь. Я последнее время вот эти вот химии что-то как-то не взлюбила, по той причине, что у меня стал организм реагировать на запахи, на прочее, прочее. Ну, я решила на более народные средства перейти. И на самом деле у меня в обиходе это прижилось. Конечно, у вас может и не прижиться. Ну, вы мне задали вопрос, я ответила. Значит, здесь я готовлю, у меня варится картофель и варится нут. Я вчера захотела приготовить супчик. Ну, и не глядя, замочила нут. Вот, ну, буквально там полчаса, может быть, он у меня постоял. Я вверху переборки делала в шкафах и увидела, что у меня он там стоит. Я такая думаю, что ж, я нут этот не использую. Надо его срочно использовать. Тем более собралась готовить суп. Давно не было у меня горохового там или вот такого супчика. Ну, что вы думаете? Тут мне в голову приходит. А ну-ка, дай-ка я посмотрю, как он готовится. Смотрю, там написано, что его нужно замочить на ночь. Либо, если готовите днем, то не менее 6 часов и варить 40 минут. Думаю, ну вот я сготовила супчик. Я приготовила другой суп. Сейчас ставлю фрагментик. Друзья мои, опять экспериментирую. Сварила суп, который называется трататуй. Или я его слепила из того, что было. В общем, я варила бульон на шейках. Хотела холодца. Потом поела бульон просто шейками. Потом отдельно шейки. В общем, сегодня решила сварить суп. Значит, что у меня здесь? Смотрите, вот какой он у меня. Он вообще красивый, да? На вкус божественный. Не побоюсь этого слова. Но, конечно, укусы у всех разные. Единственное, что я вот еще немножко сахара не добавила. Чтобы еще вкус заострить. Вот. Значит, рассказываю, что здесь у меня. Одна луковица, одна морковь, одна редька. Как я вчера покупала? Как она называется? Сейчас скажу. Дайкон. Вы знаете, если для себя с недавних пор открыла эту редьку вот в блюдах, вот таких, которых варим. Раньше я ее покупала и готовила всякие салаты. Но я не знала, что она очень вкусная и в таких вот, скажем, супах, да, к примеру. Вот. Я и запекала очень вкусно по вкусу, как морковь она идет. В общем, дальше один кабачок, один цукини, одна карташина и я совсем немножко сечка. Но я не помню, то ли она пшеничная, то ли ященевая. В общем, она у меня тут уже разварилась, ее не видно. В общем, и добавила томат, который я перекручивала, домашний томат. Добавила из приправ, у меня вкусовая соль, как она называется. Ну, я, в общем-то, показывала, вот такая соль. Вот. Добавила чеснок. Вот эти, которые стебли, когда окружку делала, у меня оставались стебли, я их сюда порезала. Хотела вытянуть, а потом все же резала. Думаю, ладно, порежу. Они все равно, может быть, разварятся, может нет. В общем, друзья мои, вкуснятина еще та. Ну, я готовила для себя, может кто-то у виска покрутит. Не зажаривала абсолютно ничего. Но я уже на пробу попробовала, мне очень понравилось. Ну, так как нут у меня уже был замочен, он вчера у меня с обеда и всю ночь простоял. И вот с утра я начала его готовить. Я решила, думаю, я приготовлю такой суп и такой суп. Поводит у меня на переменку. И буду я его долго и нудно есть. Их вернее есть. Но зато у меня будет время для того, чтобы посвятить любимому вязанию. Здесь одна морковка, одна луковица. Большая. Тот, кто со мной давно на канале и смотрел мои ранние влоги, я уже рассказывала о том, как я люблю вот такую пережарочку. Я здесь немножко масла сливочного добавила. И на этом масле сливочном обжарила лук и морковку. Но я не столько обжарила, сколько спассировала. Чуть-то присолила, чуть-чуть подсладила. Это такая вкуснятина на хлебушек, как бутерброд. Половина из этого мной будет съедена. Но чуть-чуть попозже. Оно только что пожарилось, поэтому я не хочу прям сильно горячее. Мне в теплом виде нравится. Поэтому вот уже оно, наверное, остыло. Я сейчас полакомлюсь. Что у меня здесь? С утра, конечно же, я поотвечала на комментарии. Поотвечала, вернее, разобрала свой почтовый ящик. Что смогла, ответила на YouTube. И в процессе... Вот я такой человек, который делает одновременно несколько дел. Я этим не хвалюсь. И не хочу сказать, что ой, какая я. Может, так вообще нельзя делать. Но я так делаю в целях экономии времени. Пока читаю комментарии, я сижу хоть 3-4 петелечки провяжу. Комментарии бывают маленькие, бывают большие. Очень вам всем благодарна. Такие замечательные вы комментарии пишете, особенно в последнее время. У меня прям душа как гармошка разворачивается и сворачивается. Спасибо вам огромное, что вы дарите такие минуты. Вот прям скажу, и блаженство, и ностальгия, и радость, и печаль. И все в этих комментариях зависит от человека, который их пишет. Вот, я рада, что у нас подобралась такая замечательная компания, добросердечная. Рассказываете свои всякие случаи из жизни. Я очень-очень этому рада, что вот сложилось у нас такое общение, наверное, да. Вот, ну и вот пока за вчерашний день немножко, за сегодняшний день я, да, ну вот связала. Мне осталось совсем буквально 5 раз прибавку сделать по рукаву. Я по рукаву через 3 ряда делаю на 4 прибавке. А по переду делаю 2, вот 2 раза подряд, ну через ряд делаю, а потом через 3 ряда делаю прибавку. Все из-за того, что у меня, сами знаете, обхват груди какой и рукава. Мне никак не получается связать. Кстати, Лидия Медведь выставила сегодня, презентовала, назову я это так. Так, вязание японского плеча, но к сожалению, мне не подходит этот вариант. Да, если бы было все так просто, тут я бы, конечно бы, уже давно 150 раз связала, потому что вот такие мастер-классы, ну такие мастер-классы подобные уже есть на YouTube. На такие небольшие размеры, вот Лидия написала, что там размер 42-46, по-моему, примерно, она там написала. Ну, естественно, если бы у меня хотя бы кто-то был в таком размере, ну что там вязать, это так, как носочек связать. Я не хочу ни в коем случае кого-то там обидеть. Природа нас наградила такими формами, какие мы, наверное, заслужили, или гены у нас, ну, какими нас наградили генами, такие и есть. Ну, в большинстве случаев мы сами еще, помимо этого, накопили дополнительные формы, да, но факт остается фактом. Даже если бы я была, скажем, меньшего размера, форма бы от этого у меня не изменилась, потому что объем груди и широкие бедра, ну, есть такие фигуры, есть, не зря же есть классификации, фигура груша, фигура лампочка и так далее, и так далее. Ну, вот так вот, такие мы разные народы, да. Скажите, вот уже видно, что получается, да, и симпатично смотрится уже так, уже вырисовывается. Я буквально только померила, и мне очень-очень нравится. Так вот, все те, кто ждет моих, допустим, каких-то объяснений, как это вяжется, проходите на канал Лидия Медведь, она там подробно все объясняет. Если вы хоть мало-мальски знаете, как что-то под себя подстроить, вы, конечно, подстройте. Я подстраиваю под себя методом проб и ошибок, по-другому никак, вот у меня по-другому никак. Вяжу, распускаю, вяжу, распускаю, я уже распускала, опять провязала, распускала несколько раз, раза три, наверное, я распускала, да, по-моему, раза три распускаю, да, вот два раза распустила, на третий раз сейчас уже вяжу. Ну, сейчас уже у меня по накатанному идет, дальше у меня уже будет все отлично, потому что самое главное рассчитать, во-первых, у меня рука в обхвате 40, во-вторых, обхват груди приличный, ну, короче, в общем, долго вас не буду, как говорится, замучивать своими тут нравоучениями по поводу этого. Вот, сейчас я пойду отпарю рукав на моей сверкающей кофточке, потому что я вчера довязала до резинки, мне осталось резинку связать, а у меня там это получается шесть рядов, у меня два ряда просто резинка один на один, и потом четыре ряда полурезинкой. Собственно говоря, если все у меня сейчас сойдется, то рукава я довязала, остальное уже так это, как говорится, мне проще паренной репой уже дальше вязать. Вот, так что пошла я заниматься своими делами. Итак, дорогие друзья, я переделала все домашние дела, которые на сегодня планировала. Рыбка меня ожидает на ужин, я ее спинки посекла, ей спинки посекла, присолила, она теперь ожидает. Что я тут хочу показать вам? В общем, рукава у меня готовы. Теперь дела пойдут быстрее. Значит, как я уже и говорила, здесь у меня оказывается не четыре ряда, а шесть рядов, и четыре ряда полой резинки закрывала я с помощью накида, вот такое у меня закрытие. Закрытие, все это потом нормально станет на свои места. Вот рукав, тот, который ранее я закрывала, в общем-то, уже практически стало все на свои места. Как я уже говорила, отпарила я немножко. Все, все ряды у меня совпадают, то есть я даже не верю, хотите, верьте, хотите, нет, посчитала количество рядов. Отсюда считала каждый ряд, ну, чтобы у меня были рукава идентичные. Все сделала, как положено. Прям душа радуется, померила. Так супер здорово. Вот просто фантастика, как все хорошо. Душа поет и радуется. Вот, теперь осталось вниз. Я сегодня смотрела видео Тани Кельмяшкиной, и она там говорит, ой, у меня не будет, типа, изделия, готового изделия за январь. Ну, я как бы не гонюсь за тем, что там показывать каждый раз отчеты, там, допустим, что я связала за месяц. Иногда я это делаю, иногда я это не делаю. Но у меня, получается, за январь тоже практически никаких результатов особо нет. Не знаю. Тут у нас сегодня еще 25 число, может быть, за 5 дней, да, можно связать, реально связать изделие до конца. Но это надо сидеть с утра до вечера вязать, потому что у меня-то размер-то не 5 копеек. Ну, то есть, не гномочный, не гномочный размер. Но при желании, конечно, можно. Я, конечно, надеюсь, но не могу ничего гарантировать. Зато у меня процессов до половины связанных. Аж получается этот процесс. До кокетки у меня связана еще одна. Вот листья, кстати, можно ту назвать мерцающие. Это сверкающие листья, а там мерцающие листья. Значит, два японских плеча, затем чайка. Это у меня получается 2-4 чайка и еще лимончик. Шесть изделий связано до половины. Лимончик у меня там наполовину связан. Второй рукав и вниз вязать. Один рукав уже связан. В остальных, на первой, который, японское плечо, там рукав практически один довязан. Останется второй. Там вообще, как бы, толстая пряжа при желании тоже можно быстро связать. Ну, в общем, я не загадываю. Точно так же я понемножку вяжу палантин. В общем, вяжем и получаем удовольствие. Все, друзья мои, на этом я на сегодня закруглюсь. Выставлю сейчас это видео и пойду вязать вниз, как свяжу за день. Вот не знаю, а вдруг, мало ли чего. Как увлекусь сейчас, так как машина. И будет все связано. В общем, хорошего вам настроения, легких петелек, здоровья, мирного неба над головой. Ну, а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Вот буквально надеюсь, что все будет хорошо. И завтра я к вам выйду. Всех обнимаю и целую. С вами была Ирина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова